МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире преддверие парламентских выборов в декабре 2023 года Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Сыны Западной Армении Арарат Тебусян. Вопросы армян Западной Армении. Граждане подверглись пыткам, погибли на пути из Арцаха в Восточную Армению. Баку заявили, что большинство пунктов мирного соглашения с Арменией согласовано. Совет Европы подготовит для Армении пакет мер поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Очередное проявление толерантности. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года. С просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которые они разворачивают для усиления государства Армении, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, поддавших заявку на депутаты. Симон Каспарян, депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Мурат Суринян, кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Саак Мутафян, депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Ашот Арутюнян, кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Марието Думикян, кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Карине Григориан – кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. Арарат Тевосян родился в 1990 году в селе Цор Гадрута. Арарат уже не год жил в России. Началась 44-дневная война. Арарат вернулся в Армению и в качестве добровольца отправился на фронт. После чего принял решение в дальнейшем стать военнослужащим-контрактником. Если не я или кто-то другой не буду служить, наша родина останется без пограничников. Семья Арарата переехала в Араратскую область. Арарат был в младшем семье, у него остались брат и сестра. 25 марта 2022 года в результате провокации противника на восточной границе Арцаха от удара беспилотников 32-летний Арарат получает смертельное ранение. Вечная слава павшим бою героям. Одной из первых восточно-армянской прессе, отреагировав на погромы в Сосуне, стала газета «Мурч», в связи с чем следует выделить статью «Сосунские события», в которой приводятся статистические данные о количестве как повстанцев, так и нападающих мусульман. С невероятной быстротой войска всех окрестных сторон повернули в сторону Муша. Поэтому более 7 тысяч пехотинцев, 2 тысяч кавалеров и 150 пушечных орудий отправились в Сосун. Все племена, начиная с русских и персидских пограничных вождей, сдавались одно за другим. И только 300 кавалеристов из армянской армии Баязета противостояли этой страшной массе, быстро осадившей Сосунскую область. Газета «Ле Марто» также приводит интересные данные о последствиях Сосунской операции. Деревни Гели – 360 домов, Шеник – 106 домов, Семаль – 85 домов, Альянс – 165 домов, Ишхандзор – 78 домов, Агбин – 66 были полностью сожжены, а все жители, за исключением нескольких беженцев, были уничтожены. Непосредственным следствием событий в Сосуне стало катастрофическое положение оставшегося в живых населения, так как курды захватили сельскохозяйственные угодья и дома, разграбили все имущество и отобрали у армян последнюю рубашку. Из сообщений газеты «Муж» становится ясно, что даже армянские села в Талине «Муж», Хазлагач, Татрагом, обитатели монастыря Йованес, Марник и Хоронг оказались в тяжелом положении, так как в условиях осада они не осмеливались выйти даже на поле. Весь регион был разграблен. Из богатой деревни Марник было угнано 5000 овец. 14 человек подверглись пыткам. 64 человека погибли во время вынужденного переезда из Арцаха в Восточную Армению. Об этом в своем микроблоге «Х» написала пресс-секретарь МИД Восточной Армении Ани Бадалян. Следственный комитет Республики Армения опубликовал данные о количестве погибших и раненых в результате широкомасштабного военного наступления на Арцах, развязанного Азербайджаном 19 сентября, среди которых мирные жители и дети. Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное наступление на Арцах. Число погибших в результате азербайджанской агрессии превысило 220 человек. На данный момент большинство пунктов мирного соглашения согласованы Ереваном и Баку. Об этом в интервью местным СМИ сказал замглавы МИД Баку Эльнур Мамедов. По его словам, Баку настаивает на подписании мирного соглашения. По оценке дипломата, после недавних событий в Арцахе, которые он называет восстановлением территориальной целостности, Баку процесс достижения мирного соглашения облегчился, и вероятность его подписания должна быть высока. Отметим, что сегодня премьер-министр Восточной Армении Никол Пашинян в Национальном собрании заявил, что согласованы три основных принципа урегулирования отношений и мира с Азербайджаном. Напомню, что в 2021 году глава Баку Ильхам Алиев заявил о готовности подписать мирный договор с Восточной Арменией. В марте 2022 года Баку передал Еревану свое предложение по нормализации отношений из пяти пунктов. Армянская сторона добавила поправки и отправила свой вариант. С тех пор между сторонами было несколько этапов переговоров на разных уровнях. Министр иностранных дел Восточной Армении Арарат Мирзуян 13 сентября заявил, что армянская сторона передала азербайджанской стороне пятый отредактированный договор о нормализации отношений и установлении мирных отношений. 16 сентября поступили новые предложения азербайджанской стороны. Совет Европы готовит комплексный пакет мер по реагированию на приток беженцев в Армению после визита с 11 по 13 октября 2023 года специального представителя по вопросу миграции и беженцев Лейлы Каяджич. Информация опубликована на официальном сайте Совета Европы. Пакет направлен на оказание помощи Армении в решении проблем, связанных с размещением в последние недели 100 тысяч армян, в том числе 30 тысяч детей, перемещенных из Нагорного Карабаха. В ходе визита в Армению служба по делам миграции и беженцев сотрудничала с соответствующими государственными органами, международными партнерами и общественными организациями. Лейла Каяджич также посетила два приюта муниципалитета Арташата, обозначила конкретные области поддержки, включенные в план действий Совета Европы для Армении, и план действий по защите уязвимых лиц в контексте миграции и убежища. К ним относятся усиление защиты прав беженцев, находящихся в уязвимом положении, при непосредственной поддержке службы миграции и гражданства Министерства внутренних дел и управления защитника прав человека, в частности в областях оценки уязвимости, доступа к услугам, повышение осведомленности о правах беженцев, облегчение доступа к медицинской и психиатрической помощи, включая психологическую поддержку, повышение потенциалов специалистов, работающих с уязвимыми группами, обеспечение инклюзивности образования и пересмотра профессиональных учебных программ, защита прав детей, повышение жизнеспособности органов местного самоуправления. Благодаря этому целевому пакету мер мы поддержим нашу страну-члена Армению и граждан, когда они сталкиваются с беспрецедентными трудностями и вызовами, подчеркнула генеральная секретарь Совета Европы Мария Печенович Бурих. 24 октября 2023 года в преддверии Сурб-Ценун Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Баку был организован визит религиозных представителей и действующих христианских религиозных общин и различных христианских организаций в церковь Сурб-Аста-Цен-Сакура и Сурб-Ован-Эстога в оккупированном Гатрудском районе. Визит был освещен азербайджанскими информационными службами. В видеороликах говорится, что после освобождения Арцаха от армянской оккупации представители христианской общины получили возможность посетить церкви и помолиться там. Как отметил в интервью проповедник религиозной организации «Слово жизни» Эль Чим Пашаев, визит состоялся по их инициативе и по инициативе представителей других христианских организаций. Официальная пропаганда Баку в контексте визита также говорила об алманизации церквей Сурб-Аста-Цен-Сакура и Сурб-Ован-Эстога. Армянские церкви также посетили религиозные организации Баку и библейское общество. Евангелистские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, префектура католической церкви в Азербайджанской республике, Православная церковь Азербайджана, Албанудинская церковь, а также представители мусульманских религиозных организаций. О религиозной национальной толерантности говорят представители различных неизвестных и вообще непонятных религиозных организаций. О толерантности говорится в стране, которая целенаправленной государственной политикой уничтожила, осквернила, повредила сотни армянских церквей, часовин, монастырей, крестов и хачкаров. О религиозной национальной толерантности говорит страна, солдаты которой во время и после войны 2020 года цинично публиковали различные водиматериалы, как развивают, оскверняют армянские хачкары и кресты, как звучат мусульманские молитвы в армянских церквях. О конфессиональной толерантности говорит страна, которая дважды целенаправленно бомбила храм Казан-400 в Шуши, а сейчас пытается его переделать под видом восстановления. О толерантности говорит страна, солдаты которой взорвали церковь Канаджам в Шуши и под видом реконструкции пытаются ее видоизменить. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Ethnocolors Hanina. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Продолжение следует...